Кто по-настоящему благодарный? Шакур, благодарный. Есть в арабском языке слово шакир, то есть тоже благодарный. Шакур, тоже благодарный, но это разные смыслы. В книге «Лесан-у-ль-Араб», которая задесняет арабский язык, говорится, что шакур, благодарный в том виде, означает кафиру шукр, тот, который премного благодарен. То есть благодарен очень много, очень часто благодарен, даже больше, чем ему оказали благодеяние. Например, имя Аллаха – Аш-Шакур. Аллах см.т. может за ничтожное какое-то действие дать тебе рай. Человек поклоняется Аллаху какое-то короткое время в своей жизни, и Аллах дает ему в награду воздаяние рай, который будет длиться вечно. Аллах см.т. лишь одного из пророков называет шакур, благодарный. Это пророк Нух, алейхиссалям. Аллах в Коране говорит, «Не берите помимо меня Бога, покровителя», Аллах см.т. говорит, да, «о племя или о потомство, которое мы перенесли в ковчеге Нуха». «Зуррията ман хамальна ма анух, иннаху кяна абдан шакура». И поистине Нух, Ной, пророк Ной, кяна абдан шакура, был благодарным рабом. Нух, алейхиссалям, смотрите, Аллах см.т. вменил ему в обязанность призыв, и он призывал денно и ночно. Он призывал людей к исламу 950 лет. Из-за ним последовало лишь малое количество людей, которых можно было пересчитать на пальцах. Субханаллах. Пророк Мухаммад, салли Аллаху салли Аллаху салли Аллаху, он выстаивал ночи напролет, лопались его ноги. И когда Аиша спросила, «О посланник Аллаха, может быть, ты не будешь так сильно себя утруждать, ведь Аллах простил тебе уже грехи». И что он сказал? «А фала акуна абдан шакура». «А не стоит ли мне быть благодарным рабом?» Шакур — это действительно благодарность Аллаху, чрезмерная благодарность. Хотя мы не сможем Аллаха отблагодарить полностью. Аллах, субханаллах, говорит «Ималю аля Дауда щукра». То есть благодарность к Аллаху не передается только лишь словами. Благодарность Аллаху передается действиями. Вот, например, совершение намаза. Совершение намаза — это высочайшее проявление благодарности Аллаху, субханаллаху, субханаллаху. Как бы то ни было, Аллах в Коране говорит «Инна фи далики ла аятил ликулли саббарин шакур». В этом есть знамение для каждого терпеливого и шакур, и благодарного. Именно того благодарного, который кафиру шукр, который много благодарит Аллах. И также Аллах говорит «Ва калилум мин аибади я шакур». Мало будет из моих рабов именно шакур, именно тех, которые будут благодарны многочисленно, многократно. Благодарить Аллаха, субханаллаху, это великая милость, это обязанность наша. Благодарить людей. Пророк Мухаммад, субханаллаху, говорил «Ман лям я шкуриннаса, лям я шкуриллях». Тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха. Первое, кому нужно проявлять благодарность, конечно же, свои родители. Аллах в Коране говорит «Ани шкурли вали вали дейки». Благодари меня и своих родителей. Родители потратили жизнь, чтобы ты встал на ноги, чтобы ты достойно прожил свою жизнь. Субханаллах. Поэтому благодарность первая к родителям. Также проявление благодарности, очень благое проявление благодарности к тем людям, в которых ты уже не нуждаешься. Те люди, которые стояли у истоков твоего становления, когда ты только начинал свое движение в бизнесе, в работе, в учебе. Они помогли тебе в первую очередь, и ты уже стал человеком, тем, кем ты стал, и уже не нуждаешься в этих людях, которые тебе в самом начале помогали. К ним прояви благодарность. О них не забывай. Действительно, это одно из самых великих проявлений благодарности к людям. Поэтому будь тем меньшинством, тем благодарным человеком, о которых Аллах говорит. Мало кто из моих рабов будет благодарен.